Я верю, что 22-й год будет годом Великого Прорыва. Иоанна, 11 глава, с первого стиха. Был болен некто Лазарь из Вифания, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. У Иисуса есть любимчики. Вас это должно радовать, потому что вы его любимчик. Мария же, сказано тут, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему, сейчас они помолились бы, Господи, вот, кого ты любишь, болен. А Иисус, услышав это, сказал такие слова. Это болезнь, это трагедия, кризис, пандемия. Не к смерти, но к славе Божией. Да прославится через нее Сын Божий. Аминь. Лазарь умер и был похоронен. Иисус ожидал четыре дня. Кажется, что Иисус всегда приходит в последний момент. Он не приходит сразу, не приходит заранее, но за минуту до полуночи. Когда кажется, что уже слишком поздно, что уже все кончено, когда нет надежды, вы можете ожидать, что Бог сделает нечто грандиозное в вашей жизни. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу Ему. Почему? Мария же сидела дома. Она разочарована. Тогда Марфа сказала Иисусу, «О, Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Сколько людей во время ковида говорило, «Почему ты допустил это? Ты мог бы восстановить это? Бог может сделать все, но иногда Он не делает этого». Потому что чем серьезнее ваши испытания, ваши обстоятельства, тем чудеснее будет ваше избавление во имя Иисуса. Он не оставит вас в одиночестве. Он вступится за вас и избавит вас от огня. Он заградит пасть львам. Он проведет вас через долину смертной тени. Он не оставит вас. Он не подведет вас. Его обетование для всех нас звучат так. Да и аминь. Воздайте Ему хвалу. Церковь. Слава Иисусу. И Марфа продолжает. «Ну и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога. Даст тебе Бог». Иисус говорит ей, «Воскреснет брат твой». Марфа сказала Ему, «Знаю, что воскреснет воскресенье в последний день». Иисус сказал ей, «Я есть им воскресенье и жизнь, верующие в Меня, если и умрет, а живет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовеки». 38 стих. «Иисус же опять, скорбя внутренно, приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней». Иисус говорит, «Отнимите камень». «Мария и Марфа». В любых ситуациях есть те, кто молится и верит, есть те, кто скептичен. Здесь Мария скептична, но не Марфа. Она продолжает разговаривать с Иисусом. Она высказывает Ему свои ожидания, свое разочарование. Но также она выражает свою веру. Она верит, что Иисусу все возможно. Он сам сказал, что Он есть воскресенье и жизнь. Все умершее может вернуться к жизни. Сухое дерево может снова дать плод. Все потерянное найдется. Пустое снова наполнится. Он есть воскресенье и жизнь. Он тот же вчера, сегодня и вовеки. Скажите на это аминь. Сестра умершего, Марфа, говорит Ему, «Господи, уже смердит, ибо четыре дня, как Он во гробе, все кончено». Многие люди так и думают. Люди потеряли свой бизнес и родственников. Они потеряли надежду. Ситуация безнадежна. Вы тоже сталкиваетесь с такой безнадежной ситуацией. О вашем теле, эмоциях, отношениях, бизнесе. Что-то произошло в вашей жизни, и вы потеряли надежду, и эта ситуация уже просто смердит? А может быть, вы в депрессии? И вы уже так долго живете с этим, как та женщина с кровотечением, что почти потеряли надежду, и почти смирились, что эта ситуация теперь часть вашей жизни. Но это не Божья воля на вашу жизнь. Он воскресит нужные сферы вашей жизни. Он разрушит зависимости, освободит вас от оков. Он явит себя как воскресение и жизнь. Он разрушит каждое проклятие и злое слово. Он явит чудо. Он сотворит все новое в вашей жизни. Если вы спасены, тогда Бог живет в вас. Аллилуйя! Я чувствую, что сила Божия на этом месте. Он сотворит все новое в вашей жизни. Так что прославьте Его. Во имя Господа Иисуса, вторник, среда и четверг будут опасными днями для дьявола. Я буду здесь молиться за вас и возлагать руки, разрушать любую зависимость. Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию? Бог будет творить вещи, которые воздадут Ему славу. Он возродит ваш бизнес, ваши отношения, ваши эмоции, чтобы имя Его было прославлено. Потому что Он есть воскресение и жизнь. Он может взять вашу безнадежную ситуацию и сотворить значительно больше того, что мы просим или даже можем себе представить. Во имя Иисуса. Аминь. Я не учу вас. Я здесь, чтобы вдохновить вас, взбодрить вас, подвигнуть вас к действиям. Возьмите то, что Бог приготовил для вас в этом году. Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал, «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня. Каждый раз, когда вы молитесь, Бог слышит. Каждый раз Он отвечает. Посылает Своё избавление. Отправляет Своих ангелов. Организует Ваше освобождение. Но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня». Сказав это, Он возвал громким голосом, «Лазарь, иди вон». И вышел умерший, и в вашей жизни произойдет воскресение, и бесплодная утроба родит дитя. Раненые эмоции и депрессия будут исцелены во имя Иисуса Христа. Дух Святой коснется вас. «Любые цепи и оковы на вашей жизни будут разрушены, любое игое, любое бремя падет во имя Иисуса Христа. И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам, погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. А Иисус говорит им, «Развяжице его, пусть он идет». Сегодняшнее послание называется «Лазарь выйдет вон». Я верю, что это очень актуальная тема для нас. Бог придет и воскресит вашу жизнь. То, что связывает вас, это грех, что стал приемлемым. То, что уже смердит, все изменится. Абсолютно. Вы почувствуете свежий аромат. Вы будете нести благоухание Христа. Пленные будут освобождены, а потерянные найдутся. Слепы прозрят. Пустой сосуд наполнится. Вернется первая любовь к Богу, его огонь. Мертвая религия станет живой верой. Люди, потерявшие цель, наполнятся огнем Святого Духа и понесут его другим. Вы будете творить великие дела для Бога, нести огонь Святого Духа, ходить в силе Божией, слабые двоедушные укрепятся силой Божией. Не моей силой, но силой живущего во мне Духа Святого. Дух Святой здесь и сейчас. Так что прославьте Его. Будьте живыми. Дух Святой живет в вас. Кто-то скажет, Иисус никогда не кричал в церкви. Такого не было. Но когда Бог коснется вас, вы захотите прокричать об этом громко. Так что воскликните уже сегодня Аллилуйя. Возвысьте голос. Люди, мертвые в духе, приходят к живому Богу. Все сломанное будет восстановлено. Больные тела будут исцелены. Я не имею в виду, что вам не нужно больше обращаться ко врачам. Слишком много людей умерли, потому что не сделали этого. Но у врачей нет всех ответов. Вам нужно верить в живого Бога. Когда Бог работает в вашей жизни, вам нужно работать вместе с Богом. Вы не можете просто сидеть в апатии. Ваша вера должна быть активной. На этой неделе мы будем практиковаться, как обращаться к Божьей силе. В Евангелии от Марка, 10 главе, 27 стихе, Иисус сказал, «Человекам это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу». Скажите, «Все возможно Богу». И еще один раз все возможно Богу. Вы пришли после долгого перерыва и уютно устраиваетесь в церкви. Вы устали от каникул. А я хочу вас разбудить. Я проповедую, чтобы огонь от Бога вернулся в вашу жизнь. Вернитесь во славу и в присутствие Божие. Бог коснется вас, встряхнет вас, в Его присутствие и все изменится. Не будет пассивности, нейтральности, компромиссов и теплоты. Будет огонь от Бога и для Бога. Мы будем гореть для Бога. Мы уже бронируем стадионы по всей Южной Африке для евангелизации. Мы планируем строительство нового аудиториума. Мы не будем просто сидеть. Пришло время подвязаться и бежать для Бога. Так, как никогда. чтобы опустошить ад и заполнить небеса людьми, чтобы пролить свет в царство тьмы. Пусть поднимется Божия Церковь. Восстань, Церковь, и светись. Твое время пришло, и враги рассеют своими Иисуса. Аминь. Не важно, насколько безнадежно или невозможно выглядит ваша ситуация. Не важно, как долго вы ждете и что говорят все люди вокруг вас находящиеся. Не важно, что вы чувствуете себя как-то унылым. Бог способен изменить все. Бог приносит жизнь ради своей славы. Верьте, что Бог вмешается в вашу ситуацию и изменит вашу жизнь. Бог вмешается, если вы позволите. Он обратит ваше сетование в ликование, ваш плач в радость. То, что предназначалось на зло, Бог обратит в добро. То, что было во вред, Бог обратит в благословение. Ваших врагов Он смирит перед вами. Он остановит проклятие против вас. Я говорил с одним человеком, занимающим очень высокий пост в нашей стране. Я не могу называть имя, но этот человек обладает большой властью. Почти год группа шаманов колдовала против него. Люди пытались избавиться от него из-за его влиятельной позиции относительно денег в Южной Африке. Никто не мог наложить на них руки. Они выдвигали разнообразные ложные обвинения против него. А я говорил, не сбудется. Бог оправдает тебя. Бог поместил тебя на это место, и Он вознаградит тебя. Он обратит твоих врагов прочь. Неделю назад Он отправил мне сообщение и написал, пастор, Бог вступился за меня. Никакие планы врага не сбудутся. Аллилуйя. Бог сказал, я поместил тебя сюда, и никто не сможет этого изменить. Я тебя повысил, и никто не сможет тебя понизить. Я благословил тебя, и никто не сможет тебя проклясть. Бог будет творить большие дела. Увидим стадионы полными людей. Во славу Божью. Если вы что-то напишите на стене вашего дома, пишите во славу Божью. Не будьте пассивны, сражайтесь, проповедуйте, вставайте, если упали, во славу Божию. Бог не прославится, если вы сдадитесь и опустите руки. Бог прославится, когда вы встанете и поверите. Иногда начинается дискуссия. Люди, прочитав этот отрывок про Лазаря, говорят, вот Иисус воскресил мертвого, но разве он не мог вообще предотвратить эту смерть? Мы знаем, что он мог. Он мог предотвратить эту волну ковида. Причина не в нем. Это не суд Божий, не путайте. Мы живем во время излияния благодати и истины. Они находятся в Иисусе. Это не суд. Люди судят друг друга, но не Бог. Он спасает нас. Еще будет излияние суда, но не сейчас. Люди думали, что он мог остановить это. Иногда что-то происходит, и мы не понимаем причины, но если мы будем верить и отдавать Богу центральное место, все повернется во славу Божию. Даже в самых сложных и трагических ситуациях, если мы не позволим себе свалиться в горечь и цинизм, как Мария в этом тексте, имя Мария как раз означает горечь. Если мы посмотрим ее характер, мы увидим, что она была разочарована и жизнь ее была горькой. Помните, как Мария сидела у ног Иисусом, а Марфа беспокоилась по хозяйству? Мария общалась с Иисусом, молилась, постилась, читала Божье Слово, и вдруг ее брат умер. Что-то плохое случилось в ее жизни, она не понимает, почему, и вместо того, чтобы побежать к Иисусу, она отдалилась от Него, как многие люди сделали во время этой пандемии. Нет же, вернитесь к Богу. Если вы нас смотрите, я прошу вас, я взываю к вам, вернитесь к Господу, вернитесь в церковь, в общение святых, бегите к Богу, и Он исцелит вас. Бог даст вам мир и поддержку, не позволяйте вашему разочарованию и боли отдалять вас от Иисуса. Он еще с вами не закончил. У Него есть будущее и надежда для вас. И Марфа говорит Иисусу, если бы ты был здесь, ты предотвратил бы это Евангелие от Иоанна 11 глава 21 стих. Господи, если бы ты был здесь, не умер бы, брат мой. И что же ответил на это Иисус? Ты считаешь, что я об этом не подумал? Мы взываем, о Господи, если бы ты был там, как вообще это произошло? И почему это произошло? Бог, ты всезнающий, всемогущий, тем не менее, это произошло. Почему? Бог не отвечает на наше почему? Он обращает ситуацию во славу себе, как считает нужным. Вот почему мы не сдаемся, не теряем веру и надежду. Библия говорит в послании к евреям 11 главе, что многие умерли в вере. Многие получили умерших своих воскресшими, но даже если это происходило, они не теряли веры. Они верили, что Бог все контролирует и все обратится во благо. Любящим Его, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И плохое, и хорошее, то, что вы понимаете и чего не понимаете. Позвольте Богу обратить вашу боль в исцеление для кого-то еще. Обратите вашу трагедию в чей-то триумф, вашу ошибку в чудо для кого-то, ваш провал в прорыв для кого-то, ваш стыд в урок для кого-то, и все обратиться во благо, во славу Божию. Итак, Марфа жалуется Иисусу, будь ты тут, этого бы не произошло. Иисус воскрес из мертвых, чтобы вы могли быть спасены. Может быть, вы сидите в церкви здесь или где-нибудь еще, или вы находитесь, скажем, в исправительном учреждении или даже дома, и вы не примирились с Богом, вы не знаете, где проведете свою вечность, если вы умрете. Иисус пока еще не является Господом вашей жизни. Может быть, вы когда-то служили Богу, но охладели и потеряли себя. Так вот, Бог не осуждает вас, знаете это. Он здесь, чтобы спасти вас, но вам нужно быть честным и вернуться к Нему. Вернитесь к Богу, где бы вы ни были, знайте, что вам нужно примириться с Богом. Нужно вернуться к Богу. Вам нужен Иисус. Если я умру, я не совсем уверен, что пойду на небеса. Если это про вас, то поднимите руку. Прямо там, где вы находитесь, поднимите свою руку. Бог благословляет вас. Небеса открываются. Примите благословение и скажите, «Мне нужно новое начало. Я хочу отдать свою жизнь Иисусу Христу». Те, кто нас смотрит по телевизору, это ваше время вернуться к Богу и отдать жизнь Иисусу. Пригласить Его, как своего Господа и Спасителя, и сказать уже сегодня, Иисус, я отдаю всю свою жизнь только Тебе. Я принимаю Тебя как своего Господа и Спасителя. Во имя Иисуса. Иисус.